Добрый день. Я на всякий случай представлю. Моя фамилия Гречка, зовут Елена Валерьевна. Я преподаватель Центра компьютерного учения «Специалист». Я читаю пользовательские курсы 1С, хотя у нас, в общем-то, поскольку мы одни из крупнейших, у нас 20 основных направлений, там и графика, и все, что угодно, то есть и веб-дизайны для школьников курсы, но родной и любимый – это 1С. Действительно, программ 1С очень много. Читаем мы все, что угодно, то есть я имею в виду по бухгалтерии, у нас есть курсы по зарплате и по управлению торговлей, но сегодня речь пойдет о программной продукции «Документы оборот». Ну вот, в частности, вот у меня «Документы оборот проф. редакции 2.1», новее, собственно говоря, ничегошеньки в этой жизни и нет. И речь пойдет о достаточно любопытной возможности программы. Это о настройке связи между документами. На самом деле функция безумно удобная при условии, когда у нас документ оборот крупный, и хотелось бы иметь возможность быстро отслеживать движение документов по какому-то определенному виду, типу и так далее. У нас есть механизм установки вот этих связей. Ну, сначала о типовых. Когда мы с вами работаем, то вполне нормальная постановка вопроса, когда используется так называемый ввод на основание. То есть вот мы с вами взяли, зарегистрировали какой-то документ, а потом, собственно говоря, нажали кнопочку «Создать на основание» и, например, вот на основание входящего документа зарегистрировали исходящее. То есть ответ на что-либо. Что нам с вами это дает? Ну, мало того, что при использовании механизмов ввод на основание часть полей копируется из одного документа в другой. Это безумно удобно. Еще и плюс у нас с вами появляется пресловутая связь. Здесь она появляется как раз автоматически. То есть вот, смотрите, я четко вижу, что у меня отправлен ответ. Я могу посмотреть структуру связи, чтобы был запрос, что есть на него ответ. И, соответственно, если я попробую заглянуть в исходящие документы, то вот у меня ответ на запрос ФНС, вот она связь, и я ее могу отсюда великолепнейшим образом увидеть. То есть вот такая у нас постановка вопроса. При этом, значит, что используется? В программе в разделе нормативно-справочная информация есть справочник или вот в терминалах бизнес-классификатор, если хотите, который называется тип связи. Здесь по сути, по сути, что самое обычное текстовое поле, просто текстовое поле. Комментарий, ну, для тех, кто, если вдруг потом захочет понять, что мы с вами имели в виду. И есть отдельный регистр, то есть они у нас с вами работают в совокупности. Есть отдельный регистр, который называется «Настройки связи». Сейчас вот я, наверное, даже для удобства сейчас поступлю следующим образом. Отключу ограничения прав, чтобы мне было удобнее показывать и не забивать голову правами персонажа. В нормативно-справочной от регистр настройки связи есть связи предопределенные. Вот они. То есть если ставится флаг «Показать предопределенные связи», вот мы с ними имеем дело. Ну, вот, собственно, даже я постаралась. И вот пример о предопределенной связи. Сейчас покажу. Вот, переадресован документ. Например. Хотя по факту, по факту, по факту у нас с вами получается вот такая постановка вопроса. Это то, что введено заранее разработчиком. Разработчиком. И вот, например, смотрите. Тип связи содержит переписку «По». И связь единичная. То есть что это имеет в виду? Потому что есть еще второй тип связи. Множественный. У нас с вами плюс еще имеет место быть такой любопытный момент, что связь может быть обязательной или нет. Ну и, собственно, здесь ситуация какая? Я думаю, это лучше всего разобрать на примере. То есть спокойненько обговорить, что, зачем и почему. И в качестве примера я хотела рассмотреть постановку вопроса. Ну, просто там побольше сделать получится. Значит, следующего рода. У нас есть отдельный вид внутреннего документа. Отдельный вид внутреннего документа. Это, в частности, такой вид, как договор. Тип документа. Вот у меня есть некий типовой договор с клиентом. Ну вот, он имеет место быть. Я могу там подтянуть вот этот договорчик, естественно, когда регистрирую великолепнейшим образом. Я могу в дальнейшем, да, вот указать, какая там сумма, будет он там продлеваться или нет. Естественно, когда этот договор подписывается, я могу через кнопку «Создать на основании» зарегистрировать факт передачи, отправки точнее, вот этого договора клиенту. Ну, то есть, в частности, вот если я сделаю исходящий документ и скажу, что, например, сейчас, прям вот отдельно скажу, что у меня есть договор. Договор. Вот, сумма там, ну, примерно, что-нибудь. Там, по-моему, у меня 16, если мне память не изменяет. Сейчас. Да, 16. Вот, и если я использую ввод на основании, то тогда при регистрации, вот видите, я просто нажала кнопку «Записать», уже появилась связь. И, соответственно, в дальнейшем, в дальнейшем у меня всегда будет возникать вот такая милая постановка вопроса, ну, не знаю, пускай будет третьим числом. Я могу четко видеть, что вот у меня был договор и по связи, или вот через структуру связи я буду видеть, что я его отправила. Все здорово, все замечательно. Спора нет. Вот. При этом, при этом, это не всегда будет комфортно, исходя из каких-то соображений. У меня по одному и тому же договору. Дальше клиенту может быть выставлено несколько счетов. У меня могут быть какие-то дополнительные соглашения к этому договору. Правда же? Потом несколько накладных там счета-фактуры и прочее, прочее, прочее. А если я работаю вот таким вот образом, ну, я могу создавать исходящий документ, но не всегда, не всегда вот эта связь будет предлагаться автоматически. Почему? Да потому что при работе в программе у нас с вами есть ограничение на доступ пользователей к тому или иному виду документа. И если говорить об ограничении прав, то вполне вероятная ситуация, она, кстати, абсолютно нормальная, когда сотрудник, который выставляет счета, не имеет доступа к договорам как таковы. А значит, тогда мы попадаем к какой-то постановке вопроса. Договор живет своей отдельной жизнью, а выставленный по этому договору счет тоже живет своей отдельной жизнью. Как можно вот эти связи тогда создать самостоятельно и все-таки заставить их работать? Значит, первое, что обычно делается, это выбирается, ну, в частности, в моем случае, создается новый тип связи, поскольку здесь вот то, что имеет место быть, оно меня просто не устраивает. То есть создается, да, я даже вот честно ваяла в слайдик, да, с типами связи, со всеми вот вариантами, которые вытекают из этого. Ну вот, сейчас покажу, и как раз будем потихоньку обговаривать. Итак, создается отдельный тип связи. В моем случае это актуально, хотя можно использовать какой-то существующий. Например, я могу сказать, что у меня есть предмет переписки, это договор. И вот есть, видите, вид связи переписка по предмету. А я сделаю новый. Я скажу, что, например, это у меня документы, по договору с клиентом. Документы по договору с клиентом. Дальше. Вот здесь вот комментарий могу уточнить, да, там, то есть это у меня там, допустим, все духи по договору поставки, скажем так, то есть что-нибудь такое могу не уточнять. Это мое личное дело. И, в принципе, прямо отсюда же я могу настраивать связи. Ну, просто моя цель – показать пошагово. Поэтому все-таки я сие творчество сохраню. И дальше мы отправляемся в регистр, который так и называется «Настройки связи». Здесь можно пойти каким путем? Можно сразу нажать кнопочку «Создать», а удобнее делать пошагово. То есть когда речь идет о типе связи, нам нужно, в частности, связать в данном случае внутренний документ – это договор и исходящий документ. Значит, первое, что мы делаем – это в верхней части ссылка «Из». Выбираем договор. То есть из какого документа пойдет у нас с вами связь. Дальше. Ссылка на… То есть с каким документом я хочу связать. Я хочу связать с исходящим документом. Вот у меня есть вид исходящего документа. Счет. Теперь нажимается кнопочка «Создать». И посмотрите, просто получается часть карточки заполнена. Лишнюю работу делать как-то не очень хочется. Хотя, с другой стороны, мне никто не мешал, например, поступить следующим образом. Просто нажать кнопку «Создать» и дальше пойти сверху вниз. То есть сказать, что вот ссылка «Из», входя в внутренние документы, сказать, что это договор. Здесь все варианты имеют право на существование. Ну, я не знаю, мне просто как-то комфортнее вот именно таким путем идти. Сразу все хорошо видно. То есть связываем договор и счет. Тип связи мы задаем, ну, вот тут, что я создала. Документы по договору с клиентом. И вот тут-то как раз и появляется возможность выбора. Какая будет связь, единичная или множественная? Здесь все очень просто. Значит, одному договору может соответствовать один счет или несколько счетов? Несколько, конечно. Значит, связь будет какая? Множественная. Абсолютно верно. То есть вот догика, вот четко совершенно. Значит, у нас с вами получается, что по одному договору может быть выставлено несколько счетов. Дальше. Нужна ли нам обратная связь? Вот то, что я перед этим показывала, когда у меня и в исходящем документе, ну, вот я сказала, что я отправила типовой договор, была видна вот эта связь. Значит, я, соответственно, буду дальше определяться, нужна ли мне обратная связь. Если я ее не заполню, то тогда программа будет считать, что обратной связи нет. То есть еще-то я информацию к какому договору не вывижу. Это не очень комфортно. Значит, типо обратной связи. У меня тоже будут документы по договору с клиентом. Но вопрос вот здесь-то, единичная или множественная? Счет может соответствовать только одному договору или нескольким? Одному однозначно. Конечно. Поэтому связь будет какая? Единичная. Так понятно? То есть, если одному, вот четко совершенно, если договор может соответствовать, то есть, я помню, если договор не столько и счетов, то это связь множественная. Обратную связь мы уже рассматриваем с позиции счета. Счет может относиться только к одному какому-то договору, а не к нескольким. Значит, связь единичная. Вот и все. А вот в случае, например, если речь идет о переписке какой-то, то там ведь могла бы быть обратная связь и множественная. Потому что может быть там ответов на количество совершенно спокойно. То есть, мы вот определились вот с этой частью. Что мне это дает? Значит, если я просто создаю новый исходящий документ. Вид документа счет, наименование, у меня, к примеру, счет альфа. Ну, я уж по минимуму, я не буду писать всякие содержания. Мне это, честно говоря, лениво. А возьму то, что есть. Сумма там у меня. У меня просто есть даже счетик, который можно подцепить. То есть, вот, заполняю, как всегда, титульный лист. Далее я добавлю, естественно. Добавлю сейчас еще и счет. Он у меня есть. Да. Там. Вот так вот. И следующим этапом, что делаем? Записываю и регистрирую документ. Ну, логично, если я все-таки, чтобы у меня был вариант выбора задним числом за регистр. Вот при такой постановке вопроса, как сейчас, что у меня получается? Связи, связи я буду создавать каким образом? Я зайду на закладочку связи, нажму кнопку «Добавить». Вот у меня есть типовой договорчик. Скажу, что это тип связи документа по договору с клиентом. И вот она мне его подтянула. Что у меня получается? Вот, смотрите, я вижу, что у меня есть типовой договор с клиентом, что он был отправлен, и вот он счет. Да, это с одной стороны. С другой стороны, если я сейчас посмотрю, что творится с внутренним документом, а договор это у нас с вами по умолчанию документ внутренний, вот у меня пошли связи, и вот так выглядит структура. Вот она классика. Смотрите, был типовой договор, вот он был отправлен, и вот с ним есть связанный счет. Милый, симпатичный. Но у меня видов документов может быть несколько. А значит, тогда моя задача немножечко усложняется, в каком плане. Ну, в первую очередь, вот с настройками связи связи тогда практичнее поступать опять как. Функцию копирования никто не отменял. Но здесь вот сейчас сначала покажу. Вот смотрите, я открыла регистр настройки связи. Я делала вот эту позицию, документ, вот мой тип связи, множественная и так далее. А когда я все это сохранила, программа автоматом, я же сказала, что у меня есть обратная связь. Она показала, что со стороны счета будет связь единичная. Правильно же? Потому что одному счету, точнее счет может соответствовать только одному договору. То есть она вот эту запись добавила автоматически. Это нам чуть попозже понадобится. Ну, вот когда речь идет о видах связей, настройках связи под разные типы документов, здесь очень удобно использовать функцию копирования. Почему? Да потому что у меня аналогичная связь будет еще с каким документом? С накладной. То есть, опять, одному договору может соответствовать множество накладных, но одна накладная может относиться только к одному договору. И точно так же, точно так же у меня будет еще и связь. Вот я прям постаралась, да, что-то счет фактор налоял. Что мне это даст? Вот картина будет сейчас красивая, кстати, до безумия. В каком плане? Если я сейчас точно так же по аналогии просто создам, то есть вот счет выставили клиенту, потом ему там выставили на плодную, и зарегистрировали, естественно, там отправку со всеми вытекающими последствиями. И вот создаю связь как раз великолепнейшим образом. Упс. Еще и зарегистрирую прям вот аккуратно тоже, чтобы у меня была возможность выбора. Например, 6-го выставлена накладная. А счет фактуру, интересу ради, зарегистрирую отправку позже. Мало ли, все в этой жизни бывает. В идеале, конечно, мы должны с вами это все отправлять сразу же, а в жизни все бывает. Ну, к примеру, вот у меня седьмое число он пойдет, и я тоже добавлю связь. Вот. Значит, что мне это дает? В первую очередь, конечно же, очень удобная вещь, и я просто уж, чтобы мне не метаться туда-сюда, опять же, открою сие из документа. Вот у меня есть типовой договор. Смотрите, у меня уже 4 связи, и можно открыть структуру прямо отсюда, и все посмотреть, что вот был он отправлен, и что был счет, и была накладная. Точно так же вот доп. соглашение какое-либо, без каких-либо проблем, съем мы с вами дело. Так, ну, есть один нюансик. Нюансик есть какого рода? Конечно, все вот это здорово, но вы же обратили внимание, когда идешь через кнопку «Добавить», то получается, выбор-то записи-то не одна. А вот это не есть хорошо. Что тогда можно использовать? Дело в том, что автоматом – это вот только черезводное основание. Программа формирует связь сама. А когда мы с вами, например, создаем связь вручную, создаем связь вручную, то тогда… тогда получается, что мы, что мы должны каждый раз делать одно и то же. То есть, если вот я еще и доп. соглашение сейчас, вот им там какое-то там выгистофлю. Сейчас просто… Там даже, по-моему, тоже опять же… поторопилась. Сейчас какой-нибудь файлик подтяну. О, приложение. Деговор, например. Да, и вот этот вот вариант. Я думаю, вы со мной согласитесь. Ну, откуда я знаю? У меня же здесь связанных документов, может быть, не две штуки, а 22, 122. То есть, вот получается, как-то не очень удобненько. Вот так и макарно. Соответственно, как можно немножечко облегчить свое существование? В первую очередь, мы, опять же, создаем связь. То есть, у меня есть внутренний документ договор, и я хочу создать еще связь с доп. соглашением. То есть, вот здесь у меня будет доп. соглашение. Оно, естественно, только к конкретному договору относится. Это раз. Во-вторых, значит, что мне это дает? Ну, опять же, пока получается, ничего особого тут нету, поскольку вот, ну, выберу я, опять же, буду все это выбирать из списка. Как облегчить свое существование? Вот эту связь можно объявить обязательно. Тогда программа не будет давать сохранять документ, не будет его вообще давать сохранять, пока не будет указана связь. И она будет предлагать связь уже в соответствии с заданными реквизитами. То есть, уже будет с учетом вот этих вот показателей полить. А тогда жить гораздо легче. Но вот здесь вот главное не ошибиться. Вариант, упс, вариант первый трагический. Когда я так особо не задумываюсь, иду все по тому же пути, открываю доп. соглашение, говорю, что связь является обязательной. То есть, у меня будет эта закладка, по сути, обязательной для заполнения. И, соответственно, пока я не заполню, 1С сохранять не будет. Это ад конкретный. Правда-правда. Сейчас попробую показать. Это и серия, часть развлекательная Морелизонского балета. Дело в том, что тогда-то, ага, вот сейчас к новым документикам сие творчество надо применять. Так вот, если некорректно задать обязательность, дальше начинается такое тихое сумасшествие. Сейчас, секунду. Да, доп. соглашение, все правильно. Ну, пусть будет все та же альфа, там документы по клиентам, записываем, там регистрируем, толку ноль. Вопрос в чем? Правильно объявить, что является обязательным. То есть, когда настраивается связь, ошибка, кстати, вот самая распространенная, почему я хочу на ней акцентировать внимание. Вот у меня настройка связи для документа договора. Для документа договора. Если я сейчас начну создавать новый договор, так, секунду, то будет очень интересная картина. Ну, я не знаю, там кого-нибудь возьму. Абсолютно не важно, кто там будет. Рубль бессрочно. Видите, она требует задать связь. Вот, выберите документ для создания связи. А ничего так на минуточку, что я пока просто пытаюсь в программе зарегистрировать договор. А, собственно говоря, почему? Мы должны в данном вот конкретном случае обязательно, вот когда поставили галку, мы сказали, что эта связь обязательно для документа договора. Ничего подобного. Ведь у нас с вами, у нас с вами связь идет двухсторонняя. Правильно? Есть для договора и для договора договора и для договора. А значит, а значит, что нужно сделать? Вот у меня есть исходящий документ ДОП соглашения к договору. Вот она связь. И я должна объявить ДОП соглашения именно обязательное. Что мне это дает? Сейчас покажу, как теперь это будет выглядеть. То есть, если я теперь начну регистрировать новое ДОП соглашение, так и будет, что мне не жалко. Пусть будет Альфа все та же. ДОП соглашения. Я говорю, что нужно записать, и, видите, она мне предлагает сделать выбор. Вот оно. То есть, когда мы с вами регистрируем по мере заполнения вот всех реквизитов, гораздо удобнее объявить обязательным, чтобы не нажимать каждый раз, добавить. А вот когда регистрация документа идет, и уже дальше, дальше я выбираю нужный вариант. Связь формируется автоматически. И жить получается. Можно уже после этого долго и счастливо. Но всегда помнить. То есть, обязательная связь. Говорит о чем? О том, что закладка связи будет обязательной для заполнения. Вопрос в чем? Что, с какой стороны она должна быть? Вот в случае с договорами, если я хочу, чтобы у меня сотрудники, регистрирующие исходящие документы, не забывали заполнять вот эту закладочку связи. Не, ну, конечно, я могу там издать жесткий приказ там и сказать, что если кто-то не заполнит, будет оштрафован. Нет, в жизни все бывает наше с вами. Ну, гораздо практичнее не обижать людей каким-то там образом, а просто вот эту связь объявить обязательной. То есть, связь должна задаваться не с точки зрения договора, а с точки зрения документа непосредственно. То есть, договор, накладная, счет и так далее. Мы просто берем и объявляем обязательными вот эти типы связей. То есть, в частности, вот они у меня для единичных, да, чтобы сотрудник, который регистрирует исходящий документ, не забывал указывать связи. Вот я великолепнейшим образом это все сделаю. И тогда, если у нас с вами есть какой-то сотрудник, который там вот регистрирует, что мы выставили счет очередной, все той же Альфе, по тому же договору. Значит, тогда я скажу, что есть счет, что это новый счет, например, Альфа, все тот же. Так, когда торопишься, с грамотностью всегда проблемы. Вот так вот. И вот, смотрите, при регистрации я просто сразу выберу ссылочку на конкретный договор. Великолепнейшим образом все это будет работать. И всегда потом можно посмотреть, соответственно, ну, самое практичное, это, конечно же, из документа. Ну, это удобнее всего, поскольку, ну, я не знаю, это вот мое, конечно, мнение. Здесь я не буду ничего так вот навязывать, но мне комфортнее всего смотреть из документа. Вот у нас с вами есть структура связи. Вот такой вот отчет. Причем, чем он хороший, отсюда же всегда можно двойным щелчком открыть и посмотреть, что было, зачем и почему. Ну, все то же самое, по идее. Ну, здесь действительно кому как удобнее, кому как удобнее. У нас есть отчеты, у нас с вами есть отчеты по договорам, у нас с вами есть возможность смотреть структуру, то здесь кому как комфортнее. Но вот этот вариант, он очень удобен. Ну, и что можно сделать еще? Вот, например, можно же задать не только связь, но здесь вот, повторяю, главное помнить, вот когда она настраивается, когда она настраивается, это помнить, с чем мы должны определиться. Вот, какая связь, единичная, множественная. И определяемся, вот как мы с вами прикидывали, то есть вот наша логика. По одному договору может быть хоть 150 счетов, значит, связь множественная. Но один счет только, это вот верхняя часть, один счет будет только к одному конкретному договору относиться. Со стороны счета, вот мы сказали, что есть, сейчас вот даже покажу интересу ради, например, я вот вообще начну с нуля создавать. Если я скажу, что у меня есть множественная связь, все тот же, например, внутренний документ договор, а ссылочка пойдет на входящий документ, там, я не знаю, письмо. Но скажу, что без обратной связи. И смотрите, к чему это приводит. У меня со стороны письма ничего не появилось. То есть если счет накладная, счет фактура, допики, они вот все есть. А здесь считается, что никакой обратной связи нет. И в этом случае, в этом случае получается, если я буду, ну, все туда же, да, вот цеплять, например, входящий документ. Скажу, что у меня там есть письмо, наименование. Там какое-то было письмо получено, неважно какое, вот при регистрации, смотрите, у меня получается, я, конечно, могу как-то, вот, но, видите, нет моего типа связи, в принципе. То есть в этом случае, в этом случае у меня получается связь как бы односторонняя. То, что это письмо относилось к переписке по конкретному договору, я не вижу. Если я сейчас открою сам вот этот вот типовой договор, прямо вот сейчас для чистоты эксперимента, вот, открою. Здесь, опять же, посмотрите, нет никакого письма. Но я могу его добавить, конечно, да, вот оно, письмо Альфа, сказать, что это документы по договору с клиентом. Но при этом, при этом, опять же, открываю входящий документ, связи нет. Ручечками не вопрос, но только про переписку. Итак, к нашему разговору. Связь может быть односторонней и двусторонней. Если мы не заполняем честь обратной связи, то программа считает, что только односторонней. Из договора я могу увидеть письмо, но из письма я ничего не увижу. То есть оно живет своей отдельной жизнью. Связь может быть множественной и единичной. Либо соответствие один-один, либо один-нескольким. И если хочется, чтобы было удобнее, то тогда обязательно ставим связку, галочку точнее, что обязательная связь, тогда у нас с вами пойдет связочка между договором и письмом. Вот, например, в моем случае. То есть если я скажу, что оно у меня обязательное. Что еще можно делать для того, чтобы вот эти вот связи использовать в полной мере? Вот когда мы с вами работаем, когда мы с вами работаем, ну вот я сделал какое-то доп. соглашение к договору. Хотелось бы, чтобы нумерация была как-то так вот нормальненькая. То есть, например, я хочу, чтобы к допику добавлялся еще и номер связанного документа. Это вполне нормальная постановка вопроса. Значит, тогда можно еще дополнительно задать нумератор. То есть там же в нормативной справочной информации нумератора я могу создать новый, сказать, что это, допустим, нумерация доп. соглашений. Вот. И тогда, тогда постановка вопрос какая. Я говорю, что это думерация по связанному документу. Тип связи вот этот мой документ по договору с клиентом. Например, я хочу, чтобы она мне писала там доп. номер. И дальше к договору и указываю номер связанного документа. Во как! Тяжеловесно получится, но зато видно хорошо. Да. И записываем, скрываем. И теперь я вот этот нумератор присвою виду документа, который у меня есть. Доп. соглашение. Вот. Нумерация доп. соглашения. Так, да, так, да. Ну, я уж не буду заново все вводить, а я просто перерегистрирую. У меня же есть вот он. Вот смотрите. Без доп. настройки у меня просто был какой-то исходящий. А теперь, чем мы его перерегистрируем. И вот смотрите. Допик первый к договору к такому-то. Ну, пустячок, но ведь приятно. Всегда как-то не очень хочется лишнюю работу делать руками. То есть вариант ручной нумерации, он вообще четко совершенно имеет право на существование. Но если мы хотим вот использовать возможности типовой конфигурации максимально, то вообще-то это целесообразно. То есть вот помимо того, что я объявила, что у меня исходящий, да, вот документ доп. соглашения, обязательно обратная связь, еще и нумерацию. И тогда, если у меня пойдет вдруг опять еще один какой-то допик, там, не важно, то я получу вообще вот такую картину. вот как-то так. Получатель, там все как положено. Файлик добавлять не буду, бог с ним. Вот. И теперь я его регистрирую. Смотрите, заполнить связь, заполнить, конечно, да. Я выбираю нужный договорчик. Вот. И плюс, вот видите, допик второй к договору. Все там уже. Вот, правда, лишний вот здесь вот я черточку поставила. Ну, бог с ним. И в итоге, в итоге, вот такая красотища у меня получается. То есть если я хочу, упс, промахнулась, если я хочу посмотреть все документы, которые были исходящие, зарегистрированы по договору вот с этой моей Альфой, да не вопрос. Можно открыть договор и просто посмотреть связи. Либо, что вот гораздо комфортнее, это вот сформировать отчетик и посмотреть, какая красотища. Просто. Вот. И все письма, и все догсоглашения там. И главное, что отсюда, прямо из отчета, это все великолепнейшим образом, открывается. И чем еще интересен, кстати, отчет. Вот мы его, когда формируем с вами, у меня здесь часть была использована типовая, то есть я вот отправляла договор и использовала вот на основание. То есть то, что у нас с вами введено заранее разработчиком. А значит, значит, видите, типы связи есть, документы по договору, есть переписка по предмету. А я могу уже задать отбор. Скажем, меня интересует только переписка по предмету. А если я скажу, что у меня только документы по договору с клиентом, то уже увижу вот такую вот картиночку. То есть все документы, кроме отправки. Скажем, если она мне не нужна. По-моему, великолепная вещь. Да, и здесь вот еще, видите, глубину можно ограничивать. Но я не знаю, у меня они и так вот их всего два. Так что пусть особо-то не разбежишься в данном конкретном случае. То есть вот такой вот есть функционал у программы. И, по-моему, он выглядит достаточно достойно. Ну, то есть можно вот прямо из закладочки посмотреть, а можно вот собственно через структуру. Ну, вот собственно, это то, что я и хотела сегодня рассказать. Ну, и вот даже вот, я говорю, старалась, да, то есть тип связи вот у нас, повторяю, множественно-единичная, для какого устанавливаем, на какой устанавливаем и устанавливаем обратную связь. То есть вот, кстати, пример с тем же договором, ну, просто у всех специализация разная, а здесь как бы сориентироваться можно всем.